Это шестая серия бесконечной сборки Майнкрафт, которой просто куча новых интересных модов. Здесь можно нафиг разрывать всех мобов на кусочки, стать абсолютно любым супергероем, создать бешеный завод из механизмов, но самая главная цель сборки это скрафтить камни и перчатку бесконечности. Эээ, сдохните, учитель! О, умри, умри! А, что за бомба, ватафак? Стоп, что это? Крафт камней бесконечности? Палки проклятые, не хотят падать. И почему зацепился? А ну давай подыхай. Так, собственно, я снова нахожусь на ферме мешков, потому что по традиции мы должны вначале пооткрывать их. Прав и кашел я, значит, тут за такое нормальное количество времени. И посмотрите, сколько, блин, у меня тут мешков понаспавнилось. Но самое главное, что-то произошло, и теперь со всех мобов не выпадают вот эти вот тыковки. А, скорее всего, это в честь Хэллоуина, потому что он уже скоро наступит. И самое интересное, что в описании написано подарок или обман. То есть я так понял, что я могу эти штуки открывать как подарки. И мне либо выпадет какая-то прикольная штука, либо мне вообще ничего не выпадет. Ну окей, почему бы нет, давайте проверим, мне таких штук практически стак выпал, да. Ну-ка, открываем. А, 63, прям реально практически стак. И давайте на счет 3. Раз, два, три. Обман. А, блин, моба заспавнили. А ну, вот говно. Ты лысый фиг, блин, мне все тут подорвал. Мои мешочки. Не, ну это вообще несправедливо. Я думал, там максимум просто ничего не выпадет. А у меня тут все подорвалось, блин. А, пауки проклятые еще вылезли. Блин, ну что за фигня? Я больше не буду, короче, рядом с сундуками это открывать. Блин, теперь все отстраивать это говнецо. О, а вы видели, каким я стал киберспортсменом? Вы гляньте, как я мобов раскидываю. Так, все, срочно надо идти в киберспорт по Майнкрафту. Но если серьезно, то все это из-за моей новой игровой мышки SteelSeries Prime. Таких ультралегких мышек я в своей жизни никогда не держал. Всего 69 грамм веса и с мега приятной матовой поверхностью. Чтобы вы понимали, эта мышка была разработана при участии более 100 профессиональных киберспортсменов. Поэтому синей вы можете считать я гуру Майнкрафта. Что по поводу сенсора. В мышке имеется игровой сенсор Трумов Про, который создавался совместно с мировым лидером в производстве высокотехнологичных датчиков. Студия Пиксар. Максимальная DPI целых 18 тысяч. Скорость 450 дюймов в секунду. Ускорение 50G. Но главная фишка этого сенсора, что он сдвоенный. Объясняю, что это значит. Одна часть отвечает за движение мыши по горизонтали, а вторая улавливает высоту отрыва. В общем, в шутерах этот сенсор просто нереально себя проявляет. Особенно в КС можно там просто всех разносить на раз и два. В переключателях тоже используется новая технология Prestige OM, из-за чего они считаются самыми надежными в мире. Но самый офигенный плюс, на мой взгляд, это форма мышки. Ведь она просто идеальная. Самая удобная мышь 2021 года, и это реально не пустые слова. Ну а если тебя заинтересовала мышь, то обязательно переходи по ссылке в описании. Ох, ладно, все. В итоге я отстроил. Короче, забираю эти тыквы. Улетаю нафиг куда подальше. Кстати, мы же в предыдущей серии сделали вот эти крылья. Я теперь могу летать как в креативе. Вы прикиньте, только пятая серия, а я уже летаю. Все, вообще бесконечно. Это очень круто. О, здорово, гомодрива. Вот здесь буду открывать, лучше вас подрывать, чем свою базу. Ну-ка, еще раз. Раз, два, три. Это подарок. Наконец-то подарок. Господи, три железных блока мне дали. Офигенски. Короче. Ну-ка, давайте еще открывать. О, еще у меня подарок какой-то. Ой-ой-ой-ой. Так, ты не будешь взрываться? Нет, он вроде бы не будет, но его убить надо. Гомодрива. Очкастого. Или не очкастого? О, да. О, с него, кстати. Еще один подарок выпал. Ну-ка, все, я, короче, открываю. Куча, куча, куча подарок. Эй-эй-эй. Алмазы выпали, вот это прикол. Блин, классные эти штучки. Надо пользоваться моментом, а то, когда Хэллоуин закончится, они перестанут выпадать. Так, курятины, вы тоже офигеваете? Так, погнали дальше. Ох ты, ёпрст, это... Даже никто не заспавнился, просто взяло и взорвалось все нафиг. Ай, блин, сейчас ухну, нет. Одно сердце, да что ж у меня такие жесткие? У меня еще полет не работает, потому что там чанки не прогружаются, кстати. По этому поводу сегодня тоже мы... Так, это-то сволочь, что пило меня? По поводу прогрузки чанков тоже сегодня решим проблему. Я сделаю такой прикольный загрузчик. Но сначала я вот этих всех убиваю, блин. Нифига себе, вы гляньте, что тут заспавнилось? Вот это, блин, громадина на гриб похоже. Офигеть, я обосрался. Ну, кстати, жизни у них очень мало. И прямо у меня достаточно хорошо получается справляться. Блин, я так железо могу реально фармить. Других ресурсов что-то маловато выпадает. А вот железо классное тема. О, еще один хрыч. А, опять здоровая. В итоге с этих мешков выпало вот такое количество ресурсов. О, и один мешок. Тоже можно его открыть. Если честно, все это хранить, блин, у меня уже не хватает сундуков. Надо создавать какую-то систему хранения. Реально. Блин, еще и на грудик мне сломали, ироды. И, в принципе, на сборке есть одна интересная система хранения. Но я ее пока еще не буду делать. А вот в следующих сериях забабахаем обязательно. Ну, а теперь по традиции открываем мы все мешочки. Блин, не, не, у меня вообще, слушайте, это слишком много ресурсов. Короче, в этой серии обязательно делаем систему хранения. Уже это терпеть, сортировать по сундукам я недомерен. Не, мне надоело. Но прежде этого я бы хотел сначала прокачать свою ферму мешочком. Смотрите, какие я прикольные три блока нашел. Крафтятся они вообще не сложно. Первый позволяет хранить бесконечное количество мешков, как я понял. И давайте это протестируем. Допустим, я беру вот эти все оставшиеся свои мешочки. И пробую сюда их запихнуть. Ну-ка, дай. Стоп, что? Погоди, что? Он их все помещает в эти самые белые мешки? Да что, это, погоди, это, стоп, я что-то не понял, прикол. У меня точно их не 129 было. Если я необычный сюда кладу, то прибавляется аж 4 мешка. Не, народ, это что такое вообще? Это что за прикол, это что за конвертер, ну-ка. Ага, я могу выбирать, офигеть, 1024 белых мешка. Это получается один артефакт мешков. О, еще какие-то новые старые синие мешки. Ну-ка, давайте возьмем, что в них будет храниться. И железный слиток. Фу, нафиг я это взял, блин. В итоге просрал все мешки. Не, это очень интересная тема, слушайте, мне нравится. Второй блок, это утилизатор лута. Я пока еще не знаю, что это за фигня и как она работает. Ничего сюда не помещается. Но вот этот блок действительно уже офигеть как полезный. Он автоматически открывает все мешочки. То есть это, прикиньте, я смогу автоматическую ферму реально этих самых мешков, точнее лута, сделать с мешков. Еще бы оно мне сразу в систему хранения швов по сундукам ничего не распределялось. Короче, вообще офигенски. Да еще что, я только недавно узнал, вы прикиньте, я этот спавнер могу заменить на другого моба. Для этого мне всего лишь потребуется редактор спавнера, но пока что я его не могу скрафтить. Я бы хотел в этот спавнер пауков поместить, например, зомби, потому что пауки меня задолбали. Они все время зацепляются, блин, за эти блоки, не умирают. Очень мало спавнится, короче, дурачье. Но сначала мне нужно понять, каким же образом мне принести сюда другие спавнеры, потому что я хочу реально офигенную ферму забабахать. И я придумал, как решить эту проблему, сначала я скрафтил шлем ночного видения. Он мне дает бесконечное ночное зрение, и теперь, блин, я все в шахтах наконец-то вижу. А второе, как вы помните, недавно я выбил испорченный плод хоруса, который позволяет на 10 секунд переходить в режим наблюдателя. Поэтому, благодаря этому, я сейчас попробую найти новые спавнеры. Ну-ка, давайте я его скалую. Блин, у меня всего 10 секунд. Я... Да-да-да, вот точно, я вот здесь был. Это спавнер вот этих кракозябленов, еще вот этот спавнер. Окей, отлично. Здесь я останавливаюсь, и теперь проходит время, бамс, и все, у меня сюда ТП ходит. Я в прошлый раз так, подожди, подожди, убить надо всех. Вот эти эротани, капец, какие страшные, но теперь я могу их убивать. Ой, здесь сундуки, оказывается, были, прикол, золотой ключ. Так, где еще у нас? Вау, да тут вообще куча всего, прикольненько так. Что ты лезешь ко мне? Иди в попу. Ну, а каким образом забрать эти спавнеры, я вообще пока что не знаю. Я уверен, что это можно как-то сделать на этой сборке, но я надеюсь, что вы мне подскажете в комментариях. А пока что я оставлю здесь метку, и все, и потом заберу эти спавнеры и сделаю вообще офигеть какую ферму мешочков. Так, а сейчас бы я хотел сделать, наконец-то, систему хранения. И я думаю, что начинать делать я ее буду лучше в своем замке. Он у меня, кстати, пока что на паузе стройки, но я обещаю, что уже скоро здесь будет просто огроменный замок. А не вот эта вот какашка какая-то непонятная. Но возникла одна проблема. Чтобы мне начать делать эту систему, мне обязательно придется скрафтить вытекатели. А здесь используется в рецепте такой изменчивый кристалл, который, блин, создается из заряженного истинного кварца. А у меня есть только обычный истинный кварца, заряженного. Нифига, блин, нигде не имеется. Поэтому мне сейчас придется опять отправляться в шахту, искать этот кварц. Я ни разу его, блин, в этом мире еще не находил. Ох ты, смотрите, какие здесь ироды понаспавнились. Таких я еще не видел. Но перед этим погнали я сделаю хоть какую-то, блин, зачаровалку. Поскольку уже как-никак седьмая серия или какая она там, шестая. А я до сих пор ничего не могу зачаровать. Ой, чуть-чуть, подождите, надо мной летает. What the fuck, у меня над головой какая-то штука летает и не пропадает. Э, чувачок, ты откуда тут взялся? Может быть, это из-за шлема вот этого, блин, непонятно, я не знаю. Ага, опять пришли ироды. Я, кстати, там в чародейском столе заметил какой-то новый интерфейс. Ну-ка, давайте посмотрим. Сейчас я книжные полки поставлю. Ух ты, здесь погодите, а что это за фигня? Ну-ка, допустим, я хочу кирку зачаровать. Нет, нельзя, надо как-то чары снять. А как, блин, мне их снимать? Здесь же, наверное, точило нету на этой версии. А, нет, здесь есть какое-то точило. Нет, блин. И как мне избавиться от зачарования? Вот фиг его знает. Ладно, блин, придется новую алмазную кирку крафтить. Ну, в принципе, ничего страшного. Так, я сюда помещаю алмазную кирку. Далее лазурит, который... А, кстати, а где мой лазурит? Лазурит же у меня был, куда он делся? Что за обманщина? Что это за говно? У меня сейчас так все ресурсы пропадут. Я отошел, и у меня алмазная кирка пропала. Это что за чародейский стол? Вонючий, блин, словно, это реально какая-то дичь. Может, кто-то ворует? А, ну, призывайся, это ты спер, да? Ладно, сейчас осторожно. Я помещаю алмазную кирку, удалил лазурит, и я могу что-то сделать. А что это вообще такое? Я добавляю плюсик. Стоп, удача. А как это? Я не понял. Повернуть я могу, что-то ничего не понятно. Нет, ну-ка, еще добавляю, и у меня печать души. А что мне с этим делать? Стоп, что? Погодите, а что это за фигня? Какие-то пазлы? Ну, допустим, я это вот так сделаю. Далее, вот это я вот так сделаю. И что, я типа, чтобы мне что-то добавлять сюда, мне нужно... Ну-ка, а я вот это вот не вмещается. Блин, и что мне делать тогда? Блин, ну и все, что у меня получилось сделать, это вот это максимально... Больше ничего не влезает. И, допустим, я забираю... О, эффективность 2. У меня получается удача. И я что, получается, больше ничего наложить не могу? Нет, погоди, а что это за зачарования какие-то странные? Может быть, если я буду больше ставить книжных полок, то вот эта вот область будет расширяться? Потому что пока что нет, там всего лишь вот эти 3 пазла я собрал. Но прикольно, такого я еще не видел. Впрочем-то, никто не отменял совмещение кирок на наковальне. Поэтому я могу складывать таким образом эффекты. Ну, а зарение мне не нужно, лучше я буду новой, да, книжкой пользоваться. Она, кстати, не будет пропадать после смерти. Это полезненько. Все, короче, копать. Пошли копать, уже быстрее, надоело копать хочу. Стоп, что происходит? У меня просто 2 фпс, ребята. Это какая-то дичь произошла. И убили еще. Откуда столько криперов? Ё-моё, почему столько криперов заспавнилась? Наконец-то, наконец-то этот заряженный кварц, вонючий, я уже задолбался. Блин, и самый прикол в том, что я копал, не знаю, копался, наверное, минут 40. Не мог найти этот заряженный кварц, все тут уже по сундукам рассортировал. Сейчас вышел в шахту после перерыва. И бам, тебе этот заряженный кварц. Это прям какая-то, я не знаю. Закон плодости в действии, так сказать. Ладно, в общем, не важно. Самое главное, что я теперь могу сделать, это выкинуть. Не заряжатель, молнии, господи, не высекатель. Обычный кварц, далее редстоун и этот самый заряженный кварц. Теперь бам, смотрите, что будет происходить. Что-то ничего. А, вот, изменчивые кристаллы появились. Все, спасибо тебе большое. Неестественно, но зато полезно. И теперь уж у меня точно не будет проблем с этими заряженными кварцами, потому что я смогу обычный истинный заряжать на зарядники. Но теперь, блин, мне нужно придумать, каким образом мне энергию вырабатывать. Я скрафтил на тест два генератора. Первый это угольный, а второй простой генератор горения. По идее, они должны одинаково работать. Сейчас мы как раз таки это и проверим. Ох ты, здесь что-то новенькое. Вот это я не видел. Ладно, я ставлю зарядник. И теперь сюда мне нужно запихнуть истинный кварц. Ну-ка, я его запихиваю и, по-моему, он нифига не заряжается. Потому что генераторы сверху должны стоять, я так понимаю. Ну-ка, если я сюда пос... А, подождите. Как он будет заряжаться, если я даже сюда топливо не положил? Ну-ка, сюда запихиваю уголь, да. Энергия начинает. И так же вот сюда его запихну. Все, работает все от угля. И, да, заряжается офигенно. Можно это, кстати, даже вот так вот автоматизировать и все. Только заряженный кварц мне попадает. Мне его, кстати, потребуется очень много для создания системы хранения. Кто здесь подыхает, блин, все время? Мозги плавают. Надоели уже. Обычный день в России, так сказать. Мозги плавают в реке. Был бы не лишним еще забабахать какой-нибудь дробитель. И, в принципе, есть такой красавчик. Но здесь, блин, используются ресурсы, которые просто ненормальным способом создаются. Потребуется атомный реконструктор. Значит, интересненький такой механизм. Если перед ним выбросить определенные предметы. Нажать импульс энергии. Он ею выстрелит. И эти предметы превращаются в какие-то другие. Например, редстоун превратились в кристалл. Редстоун. Да вы задолбали, блин, пауки вонючие. И сколько можно уже? Не дают мне ничего вообще построить. Нифига. Так, делаю. Дробить, наконец-то. Эта штука мне, разумеется, тоже не просто так нужна. Я в ней буду... Так, а почему энергия не... А, энергия закончилась уже. Стак угля переработал. Я балдею. Нет, вот этот генератор реально, походу, покруче будет. Так вот, из мечольной кварц мне уже потребуется создание кабелей. Вот эти кабели, это вот, чуваки, вот кто не знает, это самое лучшее, что только может быть. Стоп, что? Почему у меня из них терракота выпадает? Вы что, бешеный? А, у меня автоплавка, потому что установлено. Что, если я переплавлю кабель, то у меня получится терракота? What the fuck вообще? Но мне, собственно, сейчас требуется именно использовать высекатели. Я уже поставил тут вот такую вот схемку. Не зря я в предыдущих сериях вот эти всякие вычислительные, кремниевые пресса находил. Но только один, к сожалению, не нашел. Четвертый. Нужно будет еще другие метеориты из этого мода найти. Но он мне, в принципе, пока что и не требуется как раз таки. В этот я могу положить кремний, и у меня произведется отпечатанный кремний. В этот я положу золото, у меня будет отпечатанный золотой контур. А вот сюда мне нужно пихать специальные семена. Но, как вы видите, эти семена еще не выросли, вон, всего 0%. А нужно каким-то образом довести до 100%. Можно это сделать двумя способами. Первый, это просто кинуть воду и очень-очень долго ждать. Блин, я не знаю, наверное, минут 20 придется. Это мне точно сейчас не надо, мне этот вариант не подходит. Поэтому я скрафтил вот такой вот офигенный механизм, который называется фитогенный светильник. Значит, сюда запихиваю это семя, запихиваю сюда светокамень. Только как-то вот, стоп. Вот так я это все делаю. Опаньки. Заполняю этот механизм водой, и, по идее, он сейчас должен начать работать. Ну-ка, ты будешь работать? Или ты не будешь работать? Работай, падла! Блин, я что, тебя царя крафтил, что ли? А, походу, фитогенному светильнику нужно просто больше воды. Ну-ка, давайте я его сначала улучшу, наложу на него усиленный набор преобразования, или как-то он так называется. И сюда вот эту штуку запихиваю. Эээ, нет, расширение какое-то не то, что-то я перепутал. Короче, ну его нафиг, я вон лучше ускоритель поставлю, и все, пусть оно здесь в воде выращивается. Это, конечно, дольше, да, фитогенном светильнике было бы быстрее, но он, срань, не работает вонючее. Поэтому ждем-с. О, да, наконец-то закончился. Все, как вы видите, чистый кристалл истинного кварца полностью вырос. Я его могу теперь положить в этот высекатель, и произведется, опять же, контур. Пока он, блин, тут рос, я уже успел найти инженерный пресс. Метеоритов 5 я, наверное, тут уже обкопал. Ну ладно, это точно того стоит, потому что система хранения, вы, вот, просто представьте, в одном блоке можно будет хранить миллионы, миллиарды, можно сказать, ресурсов. Это самое вообще, это мой любимый, любимый еще и мод вообще во всем Майнкрафте. Итак, мне осталось сделать только алмазные вот эти контуры, алмазы, слава богу, есть. Теперьшки, первое я создаю, это именакопитель, в нем будут храниться разные диски, на которых как раз-таки и будут содержаться все мои ресурсы, абсолютно, и блоки, вообще, что угодно можно будет сюда запихнуть. Пока что я его где-нибудь, куда его поставить? Да, вот, в принципе, вот здесь поставлю пока что. Буду в этой маленькой комнатке 3 на 3 жить, ну, замок пока в строительстве, как я говорил. Жить тут нормально пока невозможно. Блин, трошник выше замка уже. Следующий у нас идет ячейка хранения на 1000 байт, я ее сюда помещаю. И, наконец-то, последнее, это ИМЕ терминал крафта. Смотрите-ка, что я делаю, теперь я просто присоединю этот терминал, беру его, открываю и все свои ресурсы просто сюда складываю. И прикиньте, просто представьте, всего лишь в одном блоке, вот у меня есть доступ из одного блока ко всем своим ресурсам. Но пока что не ко всем, я сейчас их все поскладываю. Но, кстати говоря, навряд ли у меня хватит места этой одной ячейки, потому что ресурсов у меня уже накопилось просто тьма, тьмущая, тьмущая. А, ну, в принципе, все. Больше я ничего положить толком и не могу, надо еще ячейки крафтить. В общем, я думаю, что вы поняли принцип. Засекайте, отвечаю вам, через несколько серий у меня в системе хранения будет храниться просто миллионы предметов. У меня постоянно так происходит. А эти гамадривы, что вы тут? Подсматривайтесь за мной, я автоматическую ферму, блин, создаю. Даже это не планируя того, вон они тут сами спавнятся, я их убиваю. Ну, а с вами был Ванчилов, всем! Ты на мой канал подпишись, ты забыл оформить подписку, ты оформи ее, а также лайк и поставь.